Всем огромный привет! Если вы ко мне заглянули впервые, меня зовут Оксана и я очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодняшнее видео у нас с вами будет немного необычное для моего контента. Распаковка с китайского сайта. Сайт называется Fairy Season и мне предложили представители этого сайта на обзор несколько товаров. И я решила согласиться, дабы разнообразить свои привычные видео про шерсть, про кашемир, про шерсть в мире носа, про шелк, про лен, про натуральные ткани мои любимые. Просто захотелось что-то новое и интересное. И на самом деле я уже говорила об этом во влоге, что я очень скептически до сих пор относилась к китайским сайтам. И когда я это сказала, некоторые девочки мне сказали, не-не-не, там тоже есть неплохие товары и из натуральных тканей в том числе. Обрати внимание, поскидывали мне ссылки. Девочки, вам большое спасибо. Начала я с сайта Fairy Season, там были несколько вопросов по поводу размеров. Не было необходимого мне размера, мне предложили что-то на замену. В общем, в принципе, мы быстренько разобрались. И пока, по сегодняшний день, у меня неплохие впечатления об этом сайте. Сейчас посмотрим по товарам. Посылка шла 20 дней. И мне пришло две посылки. Сейчас я объясню, почему. Две отдельные в разных почвах. Сказала изначально, как сказала, несколько товаров. Двух товаров не оказалось в наличии. И мне об этом сказали, я выбрала другие на замену им. И потом мне все же пришел один из товаров, которых не было в наличии. Мне все же пришел. Какая-то путаница произошла, вот такая вот неразбериха. А те, которые я заказывала, не пришли. В общем, не суть. Маленькая посылочка мне пришла отдельно, поэтому мне стало интересно, что же там, какого маленького размера. Я ее распаковала. И сейчас я вам покажу. Я заказала для своего мужа смарт-вотч. Вот такие вот часы. Точнее, он сам себе их выбрал. И стоили... Здесь я вам все буду оставлять, сколько эти часы там сейчас стоят. Также внизу под видео будут ссылочки найти на все товары. И их цены и фотографии. Вот такие вот часы. Здесь силиконовый ремешок. Сами они очень даже добротно выполнены. Здесь есть выход на USB. Здесь коробочка. И зарядное устройство. В принципе, посылка защищена. А, и также небольшая инструкция. Инструкция у нас на китайском языке. И на английском языке. И, честно говоря, я еще не успела в них разобраться. Но, по первым впечатлениям, могу сказать, что эти часы выглядят дороже, чем они стоят на сайте. Вот такие вот. Они добротные, очень тяжелые. Единственное, что мне не нравится, это то, что ремешок, вот он, видите, такой ребристый. Мне кажется, летом, когда рука будет потеть, будет туда забиваться грязь. Ожидание реальное, что могу сказать, ну, реально соответствует ожиданию, даже лучше. Здесь размер ремешка подходит для окружности запястья 160-180 мм. Размер экрана 1,5 дюйма. Интерфейс USB 3.0. Существует функция поддержки связи. Беспроводное расстояние на 5-10 метров. Сенсорный метод работы. И экран с разрешением 240 на 240. Камера 300 тысяч пикселей. Языки меню китайский многоязычный, есть русский. Емкость аккумулятора 280 мкА. Ну и давайте теперь по вещам. Я пошуршу. Вот такая вот накидка. Я хотела что-то в стиле вестерн с казаками носить. И, честно говоря, на фото это было что-то похожее на курточку. Но здесь смотрю по ткани. Это тряпочка. Это накидка такая. И с огромным количеством бахромы. Цвета Camel немного даже темнеет. Сама интересная штучка. Насколько она практичная. Это вопрос. В размере XL. Кстати, обязательно надо смотреть по размерной сетке. Потому что я брала в разных размерах. Судила по размерной сетке. То есть и S, и M, и L, и вот даже XL получила. Все по размерной сетке. Качество могу сказать, что выполнено не очень. Здесь нигде нет отделки. Просто не обработан край. Просто отрезан кусок ткани. Кое-где торчат ниточки. Крой, в принципе, правильный. Косых каких-то строчек нет. Вроде ровные все строчки. Сейчас я отглажу, отпарю. Покажу на себе. Но скажу сразу, что ожидание и реальность. Я ожидала получить куртку. А получила какую-то накидочку. Скажем так. Вот это передняя ее часть. Вот то, что висит с рукавов. Вообще сама идея интересная. Конечно. Хотелось мне что-то в стиле вестерн. По исполнению не знаю. Вот, смотрите, видите. Нитки торчат. Это, конечно, все можно обрезать. Вот они, нитки. Это от оверлога. Можно все обрезать. Но карманов нет. Пуговиц, молнии ничего нет. Она коротенькая. В принципе, если ее правильно обыграть, она вещь сама по себе интересная и необычная. Здесь бирочка. Снова пошуршу. Я заказала спортивный костюм для прогулок с собакой. Вот такой вот серый спортивный костюм. Ткань похожа на хлопок. Но она тоненькая. Вот видите? Тоненький-тоненький хлопок. Я даже подозреваю, что может просвечиваться белье. Посмотрим сейчас надену. Внутри она флисовая. А снаружи похоже на хлопок. Но, скажем, не очень качественный хлопок. На троечку. По швам. Все аккуратно. Манжеты внизу нормально. Здесь на резинке. Здесь кармашки по бокам. В принципе, по швам вроде неплохо. И это брюки. И свитшот. Спереди он укороченный. Сзади удлиненный. Я сейчас все вещи постираю от пары. Приведу в порядок. И подпишу вам, как они себя повели после стирки. Но пока мне нравится этот спортивный костюм. Он необычный. Здесь такой большущий разрез. В принципе, практически такой же, как и был на фото. Мне нравятся манжеты. И по свитшоту такая же история. Выполнена неплохо. Кое-где торчат ниточки. Но это все не критично. Думаю, что для прогулок с собакой будет самое то. Размер здесь указан L. Я, честно говоря, переживала. Думала, что там по размерной сетке было немного больше моего размера L. Но, тем не менее, заказала L. Потому что по тем распаковкам, которые я смотрела. Чаще всего вещи попадаются в маломерочке. И я решила заказать все-таки с запасом. Я люблю, когда вещь свободно сидит. Когда она не обтягивает. Делась на то, что эта вещь будет соответствовать моим требованиям. Но так смотрю, вроде бы она мне как раз. Все вещи упакованы в путье. Полиэтиленовые пакеты. Это блуза. Такая необычная блуза. Мне она очень понравилась. Это передняя ее часть. Вообще обычная, стандартная, без карманов блуза. Она слегка просвечивает. Вот. А самый изюм, это сзади. Вот такая вот она. Вот видите, отделана кружевом. Кружево, между прочим, неплохого качества. Нигде на самом кружеве ничего не торчит. Очень неплохого качества кружева. И вот такая вот открытая спинка. Размер M. По составу это полиэстер. Да, стопроцентный полиэстер. Девочки, такая же история. Сейчас я стираю, отклажу, скажу, что да как. И сзади вот там, где кружево, еще такие пуговички. Как будто оно застегнуто, это кружево. По качеству, сказала полиэстер, это чувствуется. Конечно, ткань не натуральная. Но по внешнему виду могу сказать, что у меня претензий нет. Даже нитки нигде не торчат. Очень даже неплохо выполнена блуза. И она соответствует фотке на сайте у них. А нет, вот здесь торчит нитка. Так, идем дальше. Я достала из пакета, чтобы не сильно шуршать. Вот такое платье я заказала. Но оно классное. Оно классное. Очень красивое. Цветочный принт, ремно-синего цвета. Это яркие цветы, четкие цветы. Хорошо они выбиты на ткани. По платью, по пошиву могу также сказать, что он пошит неплохо. Кое-где, конечно, торчат ниточки. Вот здесь вот такой вот, видите, рукавчик. Само платье на резинке. Вот так вот. И к нему еще есть поясок. Платье красивое. Платье мне нравится. В размере М оно. И по составу, сейчас посмотрим, указан он или нет, на сайте было указано, что это полиэстер. А здесь нет никаких бирок. По рекомендациям, как надо стирать, как надо ухаживать за тканью, как надо гладить, здесь ничего нет. Только размер М. Конечно, нужно учитывать тот факт, что это полиэстер. И что вещь будет очень сильно электризоваться. Поэтому ее не рекомендуется носить вот сейчас. В зимний период тем более. Потому что она буквально будет в облипку. Да и летом. То есть, тогда, когда в межсезонье, еще есть вариант. Потому что вроде как пока уже и не холодно, и пока еще не парит. Ну и последняя вещь, которая мне пришла. А это вот такой вот купальник. Я надену его на Марину. Это мой манекен. Те, кто смотрит меня, давно знают, что у меня черный манекен. Размер М. Зовут ее Марина. В таком пакете. Это размер М. Размер купальника. Здесь есть бирочка. Составом. Состав 82% полиамида. 18% ластана. И эта вещь, могу сказать, что больше всего мне понравилась из всего заказа. Потому что вот она и часы. Это прям 100% попадание. 100% соответствие с фотографией. Здесь небольшие чашечки. И очень классно. Нигде ничего не торчит. Сам дизайн мне очень нравится. Также цветочный принт. Такие висюльки. Для тех, у кого нет объемов. Как вы знаете, что у меня их нет в верхней части. И я прибегаю к таким вот хитростям. Бахрома, рюша и что-нибудь такое торчащее, висящее. Которое, во-первых, закрывает верхнюю часть максимально. Во-вторых, придает объемы. Низ купальника. Плавки выполнены вот так вот. Здесь вообще, мне кажется, и на L, и на XL свободно подойдет. Потому что здесь регулируется по бокам размер плавок. На внутренней части вот такая вот наклейка. Которая свидетельствует о том, что никто до вас не носил эту вещь. И вот такая вот здесь полосочка. Похоже на макраме, что ли. Навязанную какую-то часть. Посадка средняя, как я погляжу. Цветочный принт. Качество ткани просто отличное. Мне очень нравится. Могу сказать, что купальнику до 100%, часам до 100%. Рубашка мне по дизайну понравилась, но это полиэстер. И платье мне по дизайну очень понравилось, но это тоже полиэстер. А спортивный костюм вот такой вот, буду носить с удовольствием. Курточка немного подвела, потому что это не курточка, а какая-то накидочка. А в целом я не могу сказать, что разочарована заказом. В принципе, вещи имеют место быть. Надеюсь, мое видео было для вас интересным, а самое главное полезным. Убережет вас от ненужных покупок. Наоборот, привлечет ваше внимание к тем вещам, которые вы планируете в ближайшее время приобрести. Но боитесь по каким-то причинам заказывать. Ну, в частности, потому что ждать долго и не хочется получить вещь, которая не соответствует реальности. Если мое видео вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну, а я благодарю вас за просмотр. Всех целую, всех люблю. Пока-пока.